Шалом! И это относится не только к израильтянам, это в некоторой степени относится вообще к нашему народу, к евреям. В прошлый раз мы говорили о том, что инициативность совсем не всегда о дьяволах. Да, в Танахе есть примеры людей, которые хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть очень плохо. Были Надав и Авиуд, которые принесли так называемый чуждый огонь, сделали то, чего Господь делать не повелевал, поплатились. Человек по имени Оза однажды схватился за наклонившийся ковчег завета, который вот-вот упал бы, и поплатился за это тоже смертью и так далее. То есть все эти люди тем или иным путем нарушали волю Божью, причем, скорее всего, сознательно. У них не было должного почтения к Богу, и, конечно, они столкнулись с судом Божьим. Эти истории внушают нам страх. И иметь страх Божий – это вполне нормально. Если Бог ясно очертил рамки, внутри которых нам следует жить и служить Ему, то сознательно выходить за эти рамки, или не осведомившись об этих рамках, начинать что-то делать – это очень глупо и опасно. Это грех, и он повлечет последствия, причем неприятные. Они будут обязательно раньше или позже, и лучше раньше, чем позже, чтобы мы смогли раскаяться. Но если мы уже понимаем, где эти рамки находятся, если мы принимаем их, если мы ищем волю Божью внутри них, со всем почтением к Богу, то нам не нужно трястись от страха. Мы можем находиться в рамках общей, так сказать, воли Божьей и свободно искать его волю конкретно о нас, внутри этих рамок. Как именно по-разному, в том числе, экспериментируя действием методом проб и ошибок, но не грехов, я подчеркиваю, а именно ошибок – это разные вещи. Внутри таких рамок наша личная инициатива приветствуется и совершенно необходима. И грехом может быть даже ее отсутствие, а не проявление, как мы увидели в прошлый раз, на примере притчи о талантах. Итак, что касается инициативности, то она сама по себе проблемой не является, совсем наоборот. Далее по нашему списку – независимость суждения. Израильтяне получают удовольствие, не соглашаясь и споря. Дискуссия – это совершенно нормальный стиль общения для нас. В отличие от многих других культур, он нас не пугает, наоборот, мы приветствуем несогласие с нашей точкой зрения. Если, конечно, у собеседника вообще есть, кроме желания поспорить, еще и аргументы. Почему мы это делаем? Потому что мы ценим умение обосновать свои взгляды, свою точку зрения. Однако, не является ли это всего лишь навсего замаскированной страстью к словопрениям, которую Писание осуждает? Да, споры ради споров – это нездорово. Но если человек искренне пытается понять истину, и не готов принимать на веру все, что ему говорят другие, пусть даже руководители общин, плохо ли это? Неужели наша роль на собрании состоит только в том, чтобы класть деньги в корзину для пожертвований и кричать «Аминь» в нужный момент? Конечно, такая паства может быть очень удобной. Но вопрос – кому? Как характеризует такая паства своего пастуха? Комплимент ли это для него такие овцы? Или же позор? Потому что этот пастух фактически является не пастырем, а лидером секты. Вот что сказал на эту тему известный английский богослов и пастор Чарльз Сперджин, которого в свое время называли королем проповедников. Мне, пишет он в своей книге «Лекции моим студентам», «Мне было бы отвратительно руководить людьми, которым нечего сказать, или которые, имея что сказать, предпочитают молчать, потому что их пастыр – первая скрипка, а они – лишь простые прихожане. Никто. Я предпочту быть лидером шести свободных людей, искренняя любовь которых является единственным основанием моей власти над ними, чем разыгрывать из себя господина порабощенных наций». «Что может быть благороднее роли духовного отца, который не притязает на власть, но пользуется всеобщим уважением? Слово которого дается лишь как мягкий совет, но принимается людьми со всем послушанием, как закон. Справляясь и желания их других людей, он обнаруживает, что они с радостью готовы подчиниться ему. Действие с любовью, твердостью, благодатью, чувствительностью – он глава всех, потому что он слуга всех. Не нужна ли на это мудрость свыше? Братья, наша система не будет работать без Духа Божьего, и я рад этому, потому что ее поломки привлекают наше внимание к тому факту, что Духа нет среди нас. Наша система никогда не задумывалась ради того, чтобы прославлять священников и пасторов. Она предназначена для другой цели – воспитывать верующих, которые не будут удовлетворяться верой, предложенной им к употреблению в уже совершенно готовом виде». Мы вправе с вами задать вопрос, насколько этот подход библейский. Мы же проповедуем тут независимые суждения. Давайте критически оценим то, что нам пишет уважаемый король проповедников. Ну что ж, оцените сами с помощью Библии. В книге «Деяния апостолов» Павел со спутниками посещает разные города Римской империи. В 17 главе говорится о его визите в город Верия или Берия. Уж простите, такое неблагозудочное для русского уха греческое слово. Тамошние евреи выслушали его внимательно, но не только. «Люди здесь, то есть в этом городе, оказались более открытыми, чем в Фессалонике». Я здесь сделаю паузу. О чем вам говорит слово «более открытыми»? Они вот так раскрыли широко глаза, вот так широко-широко раскрыли уши, и широко-широко раскрыли рот, и все углотали. Мы думаем, может быть. «Люди здесь оказались более открытыми, чем в Фессалонике, они с полной готовностью приняли весть». Ну, пока что все правильно, да? Читаем дальше. «И целыми днями исследовали Писание, проверяя, верно ли, говорит Павел». Многие из них поверили. Поверило также немало знатных греческих женщин и мужчин. Греческий глагол, который здесь переведен как «исследовали», это «анакрено». Он означает «разбирать вдоль и поперек, внимательно и тщательно расследовать, как в судебном процессе, пытаться познать природу, чего-либо или истину, путем тщательного изучения, оценки и вывода». Вот как отреагировали на весть Павла люди в той синагоге. Это была синагога. Как, впрочем, и всегда. То, с чего начинал свою проповедь Раф Шауль, конечно же, это был Бейт Кнессет, это была синагога. Больше негде ей просто было. Причем они проверяли его слова на их соответствие Писанию, как написано, целыми днями. До тех пор, пока многие из них не убедились в их истинности. Причем обратите внимание на то, что Лука отзывается об этих людях очень хорошо. Он называет их открытыми. По сравнению с евреями города Фессалоники, эти товарищи в Берее были просто мечтой проповедника. Во всяком случае, такого проповедника, как Павел. Если же такая аудитория кажется какому-то проповеднику не мечтой, а кошмарным сном, ну что ж, на мой взгляд, тем хуже для проповедника. В предыдущей программе мы говорили также о том, что Богу важно не любое послушание, а лишь то, которое идет от сердца. Так вот, точно так же, на мой взгляд, Господу нужны не попугаи, которые выучили определенные фразы или выработали на них условно-рефлекторную реакцию в виде возгласа «Аминь», но не пропустили их через собственный разум и не выстрадали их смыслом. А почему мы иногда ведем себя как попугаи? То есть просто повторяем какие-то вещи, которых до конца не понимаем. Потому что одно из наших самых больших желаний — это быть любимым. Я сейчас не говорю о таких вещах, как то, что значит, что Ешо, он одновременно, и человек, и божественный, слово воплотившееся. Есть тайны. Я говорю сейчас не об этом. Я говорю о наших повседневных реакциях на какие-то фразы, которые мы просто привыкли слушать и привыкли на них определенным образом реагировать. Одно из наших самых больших желаний — это быть любимыми, а в случае общины это означает быть принятыми, быть своими. Ну а поскольку община строится на определенной вере, быть своим означает также верить во все то, во что верят члены общины. И подсознательно мы понимаем, что если мы с чем-то не согласны или чего-то не понимаем, то лучше держать эти вещи при себе и не говорить о них вслух. А то сочтут глупым, неверующим или, хуже того, диссидентом, чужаком, и будут смотреть косо и шептаться. И пойдут пересуды, а уж этого мы точно не хотим. Поэтому мы устраиваем какие-то, усваиваем, простите, какие-то групповые повадки, так сказать, специфический язык, которым вот тут говорят, манеры поведения, дресс-код, ну и также то, во что тут верят. Не поймите меня неправильно. Писание призывает к единству. В том числе и к единству в мыслях. Причем призывает неоднократно. Этот призыв трижды есть в посланиях Павла. Есть он также в послании Петра Первого. И понятно, если жизнь наших общин должна по замыслу Божьему быть продолжением его собственной жизни, то среди нас должно быть единство на всех уровнях. Однако это не колхозное единство. В него нельзя загонять людей палками силой, как в 30-х годах 20-го века коммунисты загоняли крестьян в колхозы. И поэтому, несмотря на все призывы к единству, в Новом Завете мы находим также и другие призывы. Прежде всего, слова Павла в третьей главе послания к общине города Филиппа. «Кто из вас, простите, кто из нас совершен, так должен мыслить? Если же вы о чем-то иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Здесь есть два момента. Во-первых, Павел говорит, какой строй мыслей свидетельствует о духовной зрелости. Зрелого верующего можно узнать по тому, как он относится к некоторым вещам. Какими именно можно узнать, читая третью главу с самого начала. Зрелость проявляется по-разному, но в том числе и в мышлении. Во-вторых, Павел говорит замечательные слова. «Если вы о чем-то думаете иначе, Бог вам и это откроет». То есть, для него не проблема, что кто-то еще не пришел к тому пониманию вещей, которые есть у него самого. Почему это для него не проблема? Да потому что он понимает, что каждый человек находится в своей уникальной ситуации. Что у каждого свой индивидуальный путь с Ешуот. И на достижение зрелости нужно время. Причем время не мертвое, а время живое. Время, наполненное опытом, свободным и самостоятельным поиском, а не конформизмом. То есть, попытками втиснуться в группу и сидеть там, не высовываясь, чтобы только кто бы что не подумал. Павел совершенно не переживает по поводу того, что у кого-то может быть мнение отличное от его мнения или другой взгляд на вещи. «Ничего, Бог вам это в свое время откроет», — говорит он. Почему он так спокоен насчет этого? Потому что он не строит собственное царство. Он понимает, что его собственная роль лишь в том, чтобы насаждать и поливать. А уж взращивать посаженное будет сам Господь Бог. Я думал об этом недавно, слушая одного своего друга. Он рассказывал о своей общине, в которой служит старейшиной под началом пастора. Мне очень понравился один из его комплиментов. Его пастору он сказал, что для этого человека не проблема, если кто-то в общине не соглашается с ним. Есть и другие причины, по которым мы иногда предпочитаем не исследовать вещи самостоятельно, а удовлетворяться готовыми формулами, которые нам предлагает кто угодно. Пастор, учитель, папа римский, учебник богословия, другие авторитеты. Прежде всего, конечно, время, точнее его отсутствие. Ведь те товарищи в Берее потратили немалое время на тщательную проверку всего того, что им проповедовал Павел. Вероятно, они были люди небедные, имели достаточно свободного времени на то, чтобы копаться в Писании. Многие из нас считают это роскошью и думают, у богатых свои причуды, а мне надо хлеб зарабатывать, семью кормить. Кроме этого, есть еще и лень, и неуверенность в себе, и сказать, кто я такой, чтобы самостоятельно докапываться до истины. Причины и отговорок можно найти массу, было бы желание, но, по-моему, ключевой вопрос вот в чем. Понимаем ли мы, насколько важна вера, и берем ли мы на себя всю полноту ответственности за то, во что верим. Если вера нечто второстепенное, то можно доверить свое убеждение кому-то другому. Но если вера важна, или даже жизненно важна, то разумнее и взрослее, мне кажется, решить, что я, и только я, несу полноту ответственности за то, что думаю о Боге и о жизни с Ним. Что я не имею права припевать хором и шагать в ногу просто ради единства, когда внутри меня есть вопросы, сомнения или просто готовые ответы, которые я когда-то проглотил, не думая над ними. Мне кажется, разумнее молиться и просить Бога помочь мне прийти к моим собственным выводам, пускай не на 100% согласующимся с религией мейнстрима, но, тем не менее, к моим собственным. Возможно, в этом месте кто-то скажет, что вообще так можно и верить уйти, и вообще веру потерять. Да, можно. Но я призываю не к оголтелому и дивидуализму, и не к несогласию с тем, во что верят все, ради несогласия, и вообще не к несогласию. Я призываю только к одному, к ответственному, личному и самостоятельному осмышлению нашей общей веры. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis-media.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова